Центральная игра тура Локомотив-Спартак. 30 апреля в 19.30 она начнется. И надеюсь, что получится хорошая. Игра очень важна, наверное, для обеих команд. И в первую очередь, понятно, для Локомотива, который ведет борьбу за чемпионство уже сейчас, можно об этом говорить. Ну и для Спартака, который, в принципе, уже почти лишился шансов на Еврокубке. Но, тем не менее, Александр Ильич, как раз вопрос со Спартака начну. После матча с Мордовией, вы, наверное, видели этот сюжет, футболисты Спартака пошли общаться к болельщикам. С вашей точки зрения, как вы расцените этот поступок? Надо было ли это делать? Потому что мнения есть разные. Одни говорят, правильно сделали, что пошли извинились, там рассказали, что-то поговорили, немножко успокоили. А другие, например, как Червяченко, сказал, что что к этому буду уходить, кто они такие, чтобы перед ними там извиняться. Ваша оценка этой ситуации? Ну, я считаю, чисто по-человечески здесь ничего такого нет. Но как это просто выглядело, знаешь? Перелезли через забор. Теперь через забор лазит, там все. Ну, то есть, знаешь, настолько это все спонтанно и неорганизовано. В конце концов, в конце концов, можно было по-другому. Опять, это вот проблемы менеджмента, да? В конце концов, когда вот такая ситуация назревала, да? Назревала там, Нареброва там уже во время игры там что-то стали отвечать, стал реплики, да? Здесь уже менеджмент должен был сориентироваться. И это нужно было делать цивилизованно. Понимаешь? Встреча с болельщиками всей команды. Там. Ну, у них там же полно помещений, правильно? Вот. Это все организовать, да? Или же объявить, да? Или же объявить, что в такой-то день там... То есть, упредить эту ситуацию, понимаешь? Будет встреча с болельщиками и команда полностью объявит. И прямо объявить по стадиону, понимаешь? Если болельщики это хотят, понимаешь? Вот. И тогда бы это выглядело действительно цивилизованно. Вот. И... А то получилось, знаешь, как они там как провинившиеся. Насходящие, да? Да. А там, кто их вызывал, там, знаешь, как на них нажал. Это примерно точно так, как, помнишь, Московская Динамо. Да, на базу приехали. Да, на базу приехали. А потом я выяснил, что это чуть ли... Знаешь, как, не руководством было организовано, а этот... Как его? Апачо или как он? Камачо. Камачо. Сейчас он... Кстати, на него-то, знаешь, сейчас суд могут подать. Опять начудил там. Вот. А он это в жизнь притворял, понимаешь? Там запугивание происходило. Вот. То есть, это настолько не солидно. И для такого клуба, да. А так, в принципе, само идеи, встречи и разговоры по душам ничего здесь такого нету. Знаешь, они... Знаешь, почему? Я так думаю. И ребро сориентировался. Вот. Видите, руководство никаких решений не принимает. Потому что это... Ну, ясно дело, что это не дело футболистов, да? Вот это все организовать. И особенно то, как это выглядело. Понимаешь? Это выглядело настолько... Ну, не солидно. Понимаешь? Ты можешь представить, чтобы там Барселону или Реал, там, понимаешь, болельщики после игры вызвали, они пошли там через заборы лазили. Он бы салон сейчас четыре матча подряд там не выиграл. Да. Да. И там же такого нету. Это просто говорит о том, что Спартак уже и по игре, и по самому менеджменту просто не солидный клуб. Понимаешь? И вот такие вещи происходят. И я что хотел сказать? Я об этом тоже подумал. И я так думаю, что об этом и Рыбров подумал, как капитан. И они так... Вполне возможно, что пригрозили. Понимаешь? А от них, от этих фанатов, можно все что угодно ждать, да? Могут машину разбить, да? Могут еще там что-нибудь вытворить. Поэтому лучше самим подойти. Да, и лучше подойти, перегореть. Тем более, видишь, когда они перегорели, они под аплодисменты ушли. Предупредить эту ситуацию, да? Да, предупредить, потому что раз ситуация не управляется руководством, да, естественно, тоже полиция, она же тоже никак вмешиваться не будет. А от них все что угодно. Помнишь этого в Крылья Совета, в Таранов, у Таранова, по-моему, они там на вылет стояли, да, и что-то игру проиграли, что сожгли автомобиль. Ну, были-то эти случаи в России. Да, поэтому, поэтому уж если, знаешь как, если руководство не может само цивильно это все решить, да, то приходится идти на это, на это, для того, чтобы последствий не было. Больше того, могут напасть. Были же случаи, когда нападали на игроков? Ну, наверное, были, да. Были, были случаи, нападали на игроков и сбить могут. Яйцам закидывали, все было в нашем футболе. Но мы говорим это относительно матча Локомотива, да? Как эта стряска может повлиять? Да никак, Саш, какая там стряска? Они, что, к матчу, к Локомотиву готовились? Там просто, я тебе говорю, в какой-то степени уже напуганы были, потому что фанаты могут все что угодно сделать, понимаешь? Вот. А стряску как? Ну да, сейчас, если еще Локомотиву проиграют, там может еще ситуация обострится. Но объективно-то Локомотив на сегодняшний день, он лучше выглядит. Ну он лучше выглядит, мне кажется, в обороне, прежде всего, но никак не в атаке, где голы тоже с трудом большим даются. Саш, 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 Спартак в атаке, да, Локомотив может закрыться, да? Да, 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 Сыскал, он закрылся. Спартак, да, Спартак полезет вперед, да? Я думаю, да. И получит со своей обороной, правильно? А там, не, ну там Касаев есть, там Самедов есть, вот там, там, в конце концов, Хенти есть, который может убежать от кого хочешь, понимаешь? Он говорит, я самый быстрый в мире. Ну вот, ну и че? Они вот так вот на Мордовию полезли, ну и получили два. Но Локомотив-то не Мордовия. Ну, Мордовия не так. Поэтому здесь, здесь еще нужно, да, группа атаки, группа атаки сильная, да, но проблемы, проблемы с опорной зоной, проблемы с опорной зоной. И потом вот по поводу, знаешь, мы перед этим матчем, за одну уже прошедшему матчу переходим, да? Ну, вот я, например, как тренер рассуждал, да, мы хорошо сыграли первый тайм с «Зенитом», да? Два-один выиграли. Могли больше выиграть, да? Во втором тайме случилась беда. Но ясное дело, что в этой беде не только гранат виноват, там и еще есть виноватый, да? Вот. Если бы у меня была равноценная замена гранату, да, то нет вопросов. Я его снимаю. А если нет? А если нет, то зачем ставить то, что еще хуже? Посмотреть, может быть, оно лучше. Ага, в официальных играх? Да. Саш, это когда вот фанатов нету и когда всем до фонаря, ты можешь как угодно экспериментировать. Спартак и так уже наэкспериментировался, понимаешь? Поэтому, если у меня лучше нету, чем заменить, то здесь, знаешь, как? Не надо еще сильнее ухудшать. Потому что возможности граната мы знаем, да? Потом Мордовия, Мордовия, это не Зенит, правильно? Шансов ошибиться так же меньше. Я бы, да, я бы оставил бы этих двух центральных защитников. В бакете гранату. Да, в конце концов, в бакете тоже в какой-то степени, они же оба в центре играют, тоже в какой-то степени виноват. Оставлял их, тем более, Камбаров, там нужно было одну позицию, ну, по одной позиции всего решить, это раз. И все, и играй с ними. И, естественно, они бы себя увереннее чувствовали, понимаешь? Потому что с ними поговорили по-хорошему, объяснили и ставят его. То есть доверяю в данном случае. Ну и был момент исправиться, да, как бы доказать еще раз. Конечно! Помните, знаменитые слова Черчесова, когда команда там проигрывает, он говорит, я вставляю тот же состав, чтобы они могли реабилитироваться. Да, шанс, шанс дает. А здесь, понимаешь, здесь безвыходная ситуация. Пуцко готов, он не готов. Пуцко, ну какой он готов? Уже проверили на Кутепове, да? Тоже вот молодого ставили, он старше, наверное, Пуцко? Или же одного? Примерно одного. Одного возраста. Ну ничего ж не получилось. А здесь человек никогда не играл практически. Его сразу ставят. И плюс Брызгалов, когда не играл, да, сколько? Да, давно не играл. И причем не на свою позицию, Саш. Мы об этом, да, уже говорим. Поэтому я тебе говорю, вот с учетом этого бардака, бардака, да, но сейчас Макеев, он же, этот, все, прошел дисквалификацию? Да. Он будет играть, да? Вот так, с крайними защитниками более-менее нормально. А здесь, я считаю, нужно останавливаться. Возвращать гранату. Гранату играть, потому что других, других вариантов. Но более сильных, скажем так, нет. Да, да, на усиление. Вот, вот и все. Поэтому по-любому, по-любому, сейчас по игре, по сыгранности, по дисциплине, по надежности, локомотив сильнее. Будете кого прогноз ставить на этот матч? Я на локомотив буду ставить. Тем более они все дома говорят. Серкизов, да, матч пойдет. Ну, минимально победа локомотива, да? Минимально. Ну, там, знаешь как, они могут и больше споттоку загрузить. Вот, ну, я, наверное, 2-1 буду ставить. Я все-таки думаю, что будет ничья в этом матче. Почему-то, мне кажется, Спартак немножко сможет собраться и не проиграть. Спартак может собраться. Смотри, локомотив в атаке не впечатляет. Да, а локомотиву, локомотиву, мы еще неизвестно, как он будет играть. А у локомотива сейчас появились шансы за лигу чемпионов побороться, правильно? За чемпионство, за чемпионство. Ну, за лигу чемпионов. За чемпионство, знаешь как, вот после, у меня большие сомнения. Я считаю, что «Зенит» выбрал из чемпионской гонки, из чемпионской гонки, хотя у «Зенита», у «Зенита» календарь может быть и полегче, чем у локомотива. 5 очков, 5 очков на этой дистанции, на дистанции в 5 игр, я думаю, тяжело. Но столько же у «Зенита», сколько у «Локомотива» и «Краснодара», у трех команд по 46. Правильно, поэтому вот эти три команды имеют реальные шансы бороться за лигу чемпионов. То есть за второе место. А за первое место это только в том случае, если Ростов начнет валиться. Понимаешь? Ну Ростов, посмотри календарь, какой Ростов. Ну пока нет предпосылок. Да, к этому нет предпосылок. Поэтому пока за лигу чемпионов, и они будут 100%, они даже о чемпионстве говорят, локомотив. Поэтому они сейчас выйдут, выйдут, там и настрой будет, и у них все в порядке, Саш. Хорошо, поговорили мы чуть более подробно об этом матче, потому что он все-таки центральный, да, здесь и борьба за чемпионство, и мотивация «Спартака» тоже понятна. Ну а... Ну а...